Две реальности современной России, объективная, в которой существует народ, и виртуальная, в которой живет Кремль, позволяют сделать неутешительный вывод. Президент-батюшка, или как его ласково называет окружение, папа, не воспринимает адекватно реальную информацию не только о ситуации внутри России, но и о реальном положении дел в мире. То есть папа вообще не хочет ничего знать, очевидно считая, что у него и так все под контролем. Он самоуверенно реагирует на новые вызовы, при этом демонстрируя отсутствие элементарных знаний. Создается впечатление, что папа не вполне образован. Начнем с того, что доступ к папе имеют ограниченное число лиц, а следовательно информация, доходящая до него, профильтрована подобострастными мозгами не слишком умных, зато чрезвычайно преданных придворных. Донесения папе готовят по старинке в бумажном виде с картинками, распечатывая японским принтером на финской бумаге. Вся информация доставляется в главный кабинет Кремля исключительно аналоговым способом, только на бумаге. Даже электронная почта и новости с информационных сайтов. Что ему принесут, то он и будет читать. То есть папа так и не научился пользоваться ни компьютером, ни тем более интернетом. И это полный провал. Однозначная и твердая двойка по предмету. О том, что папа живет в параллельной реальности, говорит и тот факт, что он давно уже не держал в руках живых денег. Лет 15. Ну, собственно, ему и незачем. Он живет полностью за казенный счет. И, возможно, поэтому у него абсолютно атрофировано понимание банальных законов арифметики. Да, возможно, при высоких ценах на нефть это лишнее знание. Но когда черное золото вместе с деревянным рублем пробивают дно, надо ведь что-то говорить людям. Хотя лучше бы он молчал. Вот смотрите, мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар. А получали за него 32 рубля. Мы продали товар, деньги приходят в рублях. 32 рубля получили. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджетов увеличились. Неправильно, папа. Падение рубля – это обнищание населения, задержки соцвыплат и зарплат. Банкротство предприятий без работицы дефолта регионов. Экзамен по арифметике не сдан. Садись, два. В России принято думать, что в главном кабинете Кремля хорошо знают мировую историю. Да, стоит признать, что папа иногда готовится к урокам. Только в голове этой, к сожалению, ничего не откладывается. Иначе как объяснить то, что эти самые уроки истории на зубок выучены мировыми лидерами многих поколений. А в Кремле до сих пор еще листают военные карты 19 века. Папе, очевидно, не сказали, что время империи, растущих за счет новых территорий, уже давно прошло. Ведь некоторые, само собой разумеющиеся вещи в приличном обществе и говорить-то не принято. Весь опыт мировой истории показывает, что в современных реалиях силовые захваты земель попросту невыгодны. Не говоря о том, что это уже как-то дико. Сегодня все решают не пушки, а биржевые индексы. И на этом экономическом поле папа смотрится весьма плачевно, предпочитая собственный тупиковый путь. Он словно старый эксгибиционист обнажает повсюду свое ржавое железо. Уроки истории остались невыученными. Так уж получается, что с годами папа забывает даже то, что знал очень и очень хорошо. Например, немецкий язык. Теперь общение с ангелой происходит только через переводчика. Неужто запамятовал батюшка? А ведь дело-то тут совсем не в годах. Папа ведь еще вполне себе крепок. Просто он пребывает в иллюзии, что поймал бога за бороду. И теперь все земное окажется ему тленом. Особенно собственные граждане, которые многое ему позволяют и готовы бросать своей жизни к его коротеньким ножкам. И не важно, что царь-батюшка законченный двоечник, ведущий своих адептов сквозь темный лес с закрытыми глазами глубокой пропасти. Власть ведь в России от бога, значит будут терпеть. Одним словом, мазохисты. Он обленился, заплыл ботоксным жиром и потерял всяческую связь с реальностью. Обитатель главного кремлевского кабинета полностью вышел в тираж. Папа стал вымершим мамонтом, по какой-то случайности еще топчущим коридоры власти. Он застрял менталитетом в 80-х годах прошлого столетия, а мировоззрением в позапрошлом веке. Существуя только лишь животными инстинктами – гадить на чужих территориях. Однако точка невозврата пройдена, а Келла уже промахнулся. И теперь его отчислят, потому что он перестал учить уроки. До свидания, двоечник. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok